Скандальный и неоднозначный законопроект о спецконфискации наконец доработали и приняли за основу. Этот закон был не очень однозначный, сейчас разработан новый, внесённый на замену. Предыдущее предложение закона 4057 многим депутатам не давало покоя, поэтому сегодня они озвучили свои поправки. Главное, что изменили – понятие третьих лиц. Чтобы мы чётко определили, что это за третьи лица в статью, где написано «Внедрение об обращении дохода государства подлежит к введению чёткого понятия, что этим третьим лицам все ценности, драгоценные камни, бумаги были переданы в незаконный способ подозреваемым». Новый документ, как и его предшественник, также вызвал горячие споры в сессионном зале. Депутату Сергею Пашинскому не понравилось выступление своего коллеги. «Мы ввели соответствующий пункт, когда суд будет исследовать и устанавливать, выполнила Украина все предусмотренные законом разыстные мероприятия, чтобы найти этого человека. Предлагаю, сегодня это 7,5 миллиарда действующего бюджета в армию». Стоит отметить, что парламентариям удалось проголосовать за включение документа в повестку дня только с четвёртого раза. Этому предшествовали три неудачных голосования. Чтобы депутаты пришли в себя, даже пришлось объявлять перерыв. После Владимир Гройсман ещё раз подчеркнул важность этого законопроекта. «Если есть государственный чиновник, который использует свои полномочия, украл средства и скрывается от преследования, от расследования, эти средства должны быть, которые награблены от государства и граждан, они должны быть конфискованы и возвращены». Обсуждение продолжалось довольно долго. Была предложена перечень поправок к законопроекту. В конце концов, с предложением Елены Сотник за основу взяли этот закон. За это проголосовало 228 депутатов. Владимир Гройсман пообещал, что для дальнейшего обсуждения этого проблемного закона создадут рабочие группы.